Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня. Комментарии». С вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня руководитель Управления Федеральной Службы судебных приставов по Тверской области, главный судебный пристав Тверской области Надежда Геннадьевна Семенова. Надежда Геннадьевна, здравствуйте! Вступила в свои права лета, которое по традиции начинается международным днём защиты ребёнка. Судебные приставы, как правило, уже очень-очень много лет стоят на защите прав несовершеннолетних. И, в частности, это ваша прямая обязанность, алиментные выплаты, которых меньше нам не становится. Пока в общем объёме мы не можем, конечно, рассказать, что победили и уменьшилось количество исполненных производств. В течение года оно варьируется. Но хочу сказать, что есть положительная динамика, определённая в том, что у нас увеличивается ежегодное количество должников, которые приступают к оплате алиментов. Увеличивается то количество судебных решений, по которым должники в полном объёме платят. И, в принципе, уже наше вмешательство не нужно в этот процесс, потому что ежемесячно денежные средства удерживаются из заработной платы. Да, пока что ещё общее количество поступающих документов, оно не такое маленькое. А общий долг, если говорить о деньгах? Общий долг пока он остаётся прежним, это порядка 2 миллиардов рублей. Но мы в этой студии уже тоже несколько раз объясняли, из чего складывается. Просто это достаточно большая сумма. Это связано с тем, что при отсутствии дохода у должника его задолженность по алиментам рассчитывается из среднестической заработной платы по Российской Федерации. На сегодняшний день она уже велика, это почти 57 тысяч рублей. Поэтому можно простыми арифметическими расчётами понять, сколько будет 25%, 33%, либо 50%. Поэтому, конечно же, сумма задолженности состоит из таких крупных достаточно сумм. И пока что, да, у нас в течение года она снижается с учётом тех мер, которые мы предпринимаем, но с учётом вновь поступающих документов в течение года. У нас это, скажем так, кривая чуть-чуть уменьшается, чуть-чуть увеличивается. Ну, средний объём остается таким. Но это ваша постоянная работа. То есть это каждый день? Это не зависит от акций, от каких декад и месячников? Нет, абсолютно ни от чего. Потому что каждый день наступает у того или иного крайний день месяца, когда мы понимаем, что здесь должна пройти проплата. То есть это постоянный контроль, это постоянные проверки работодателей, где производится удержание, постоянные взаимодействия с центрами занятости, куда мы выдаём направление. Это постоянная работа и с УФСИНом, да, там, где у нас уже есть осуждённые, да, и они обязаны к трудоустройству. То есть мы тоже взаимодействуем с уголовно-испанкным инспекциям, да, это постоянная, ежедневная, абсолютно вот не имеющая там ни выходных работы. Если человек платит 250-300 рублей в месяц, хотя он должен платить 15-20 тысяч, и он говорит, я каждый месяц плачу, это значит, что я не должен их по алиментам, я же выплачиваю. Это считается? Вот, вот очень хороший вопрос, потому что вот до, скажем так, начала 2022 года, да, действительно, эта ситуация могла как-то приниматься во внимание. После вступления, значит, внесения изменений в законодательство, в кодекс административных правонарушениях и в уголовный кодекс на сегодняшний день, уплаченными, да, для привлечения к ответственности, вот мы когда уже начинаем рассматривать ситуацию, уплаченными алиментами будет считаться только полный размер, который указан в судебном решении, либо в соглашении удостоверенном нотариале. Не меньше на 100 рублей даже? Нет, абсолютно нет. Только то, что указано в документе. Да, и вот как раз-таки вот этот период неуплаты, который заложен, да, в нашем законодательстве, который мы должны принимать, да, скажем так, уже для последующего привлечения к ответственности, мы должны исследовать и увидеть уплаченный в полном объеме размер. Какие еще нововведения в 2022 году нас постигли? Ну, стоит, да, обратить внимание вот на изменения, которые вступили с 1 февраля 2022 года. На сегодняшний день у должников появилась возможность оставления у них размера прожиточного минимума при производстве удержания из их доходов. Ну, конечно же, мы понимаем, что без законодательной, да, вот инициативы, ну, разрешить эту ситуацию было невозможно, потому что мы видели, да, что, может быть, заработка небольшой, но, учитывая исполнительные документы, естественно, там назначался размер, и человек получал какие-то крохи. Вот законодатель поставил точку на этом. Это имеет заявительный характер. Если должник обратился, представил нам сведения о доходе, да, судебному приставу исполнителю, то в данном случае судебный пристав вынесет такое соответствующее постановление, направит работу дателю. И работодатель будет при удержании из дохода оставлять прожиточный минимум, он будет перечисляться к должнику, а все остальное будет уходить в службу судебных приставов. Но здесь ключевой момент, нужно все равно прийти в службу судебных приставов. Заявительный характер, только заявительный характер, да. Относительно того, куда можно предъявить исполнительный документ, вообще ход исполнительного производства, сведения о ходе исполнительного производства, где можно получить, давайте еще раз объясним. Ну, у нас сейчас достаточно много способов, и в первую очередь это, конечно же, портал Госуслуг, потому что я думаю, что сейчас каждый имеет, да, ну, большая часть людей, да, имеет личные кабинеты на портале Госуслуг, так вот там, значит, возможно иметь личный кабинет стороны исполнительного производства, и там отслеживать абсолютно в режиме онлайн, то есть все, что происходит при исполнительном производстве, процессуальные документы, вы будете видеть перечисление денежных средств. Если вопрос состоит просто в получении услуги, да, допустим, о ходе исполнительного производства, да, или просто получить сведения об отсутствии наличия исполнительного производства, то здесь также можно через Госуслуги получить, значит, такую информацию тоже в режиме Соответственно, вы можете выбрать то или иное заявление, ходатайство, которое можете направить, приложить необходимые документы к этому ходатайству. Это все поступит к нам в соответствующее структурное подразделение, и вы также электронно получите ответ на свое заявление. Относительно сервиса телефонного обслуживания населения, мы уже объясняли людям, но, наверное, стоит объяснить еще. Да, хочу сказать, что этот сервис как раз-таки сформирован для более быстрого реагирования на возникающие проблемы и вопросы, которые возникают к нашему управлению, к службе в целом. Сервис телефонного обслуживания работает в течение рабочего времени, операторы постараются ответить на любой вопрос. Если, допустим, требуется какое-то более длительное время для разрешения вопроса, то обратившийся получит обратную связь уже от соответствующего должного лица. Ну, это судебный пристав исполнитель конкретного исполнительного производства. Мы вот каждый месяц анализируем поступающие звонки и видим, что с каждым месяцем продуктивность, скажем так, да, и вообще интерес вот к этому сервису, он растет. То есть звонков поступает все больше и больше. Причем расширяется и тематика, да, то есть это не только консультация, действительно люди обращаются к какими-то конкретными вопросами. Вот, и мы всегда стараемся проверить, случилась ли обратная связь, нет ли у нас, да, вот где-то провала какого-то. Ну, вот пока такой контроль будем продолжать. А мы уже много лет общаемся с вами, и я думаю, что за эти годы люди как-то перестали бояться службы судебных приставов, видят, что у этой службы человеческое лицо, что они, что называется, вникают в ситуацию, да? Ну, да, конечно, никогда не нужно прятаться, да, бояться. То есть если все-таки, да, вы по каким, как-то узнали на госуслугах, допустим, увидели у себя какое-то начисление, да, видите, что у вас там возник долг, обязательно посмотрите, да, что за долг, свяжитесь с судебным приставом исполнителем, не хотите просто голосом связываться, направьте заявление, да, вам все разъяснят, то есть за что, почему. Пришла вам смс, да, допустим, там из кредитной организации, тоже не надо паниковать, да, обратите службу, позвоните в группу телефонного обслуживания, вам обязательно разъяснят. Да, значит, почему, что, что это за долг, если вдруг, да, вдруг ситуация, да, мне должны с вас это взыскать, или вы уже оплатили, вам всегда предложат любой способ предоставления квитанции, да, или какой-то иной способ подтверждения оплаты. Поэтому мы проводим постоянно горячие линии, да, по бесплатной юридической помощи, горячие линии, вот и даже в преддверии, там, каких-то праздников определенных, да, перед Новым годом проводим большие акции, узная о своих долгах. То есть мы всегда хотим рассказать, да, что мы можем сделать, как помочь. Но, естественно, никто не снимает ту ответственность, да, и ту обязанность, которая возложена либо судом, либо каким-то иным актом иного органа, вот эту обязанность необходимо выполнить. Спасибо огромное за разъяснение. Я думаю, что жители нашего региона прислушаются к вашим советам. Уважаемые друзья, напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Надежда Семенова, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, главный судебный пристав Тверской области. Спасибо огромное. Будьте здоровы. До свидания.